Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня очередная мотивация на уборку и сегодня мы наведем порядок в гостиной. Начну традиционно со смены постельного белья, потому что я его меняю раз в неделю и время уже как раз таки пришло. Сережа ушел на работу, девочки играют, Ксюша периодически будет приходить помогать. У нее сейчас такой возраст, когда она начинает, особенно когда видит камеру, говорить «я сама, я сама», что хочет очень сильно помогать. Ну и тут она пришла и решила мне немножко помочь. Я буду диван собирать для того, чтобы его немножко протереть, потому что там под пледом все равно и пыль какая-то была, и все равно давно его уже не собирали. Поэтому убираем все с дивана, Ксюша активно помогает, так интересно смотреть за ней. И собираем диванчик наш и буду его протирать. Протираю я наш диван из эко-кожи эко-средством от Вандерлаб для чистки мягкой мебели. Я как-то раз убирала там от пледа, у нас синие такие разводы оставались, краска. Покрасился диван, это эко-средство очень хорошо справилось со своей задачей и хорошо отмыло мне и компьютерное кресло, и диван. Отлично справляется даже на эко-кожи. Поэтому всем советую, у кого эко-кожа, кто-то хочет почистить свой диван, то Вандерлаб можно приобрести на Озон или на Вэлберрис. Ссылочку могу оставить в описании, зайдете и закажете. Я давно средством этим пользуюсь и очень довольна. После нанесения средства смываю его водичкой и мы с Ксюшей будем ставить подушечки. Диван сейчас расправлять именно как на сон я не буду, вечером уже, чтобы днем девочки здесь играли. До сих пор не могу привить себе привычку собирать диван именно в таком положении, чтобы в гостиной днем было больше места. Но надеюсь, когда-нибудь, конечно, я эту привычку привью. Не могу все сразу прививать. У меня столько привычек, я пытаюсь привить себя, что мне кажется, у меня целого дня не хватит контролировать себя. Это очень, знаете, тяжело. Это работа над собой, чтобы прививать себе полезные, хорошие, правильные привычки. Конечно, это такой большой труд. Пропылесосим, так как там диван был раздвинут, под диваном кошачьей шерсти я все это пропылесосила и будем двигаться дальше. Дальше я решила кошачью ковтеточку также пропылесосить. Беспроводным пылесосом с насадками тоже очень удобно пользоваться. Много насадок и вот эти насадки очень хорошо помогают в уходе за домом. Многие спрашивали про беспроводной пылесос, нравится он мне или нет. Я в восторге, вот какой год уже мы им пользуемся. Сережа мне его на 8 марта подарил. Я бесконечно рада, что он у меня есть, потому что он и для машины очень удобно. Машина возле дома стоит, ты пылесос взял с насадкой, пошел в салон и пропылесосил. И никакого отдельного пылесоса для машины покупать не нужно. И вот турбощеткой очень удобно вот так вот. Поворачиваешь, поворачиваешь ковтеточку и все хорошо пылесосишь. Скоро я, наверное, куплю пистолет строительный, наверное, либо скобы какие-нибудь, либо гвозди мебельные куплю и буду обтягивать снова ковтеточку. Потому что, видите, кошки уже внизу все разодрали. Пропылесосим пол, потому что там с ковтеточки притащился дуст, который мы рассыпали от тараканов. И нужно будет сейчас, как видите, там дуст рассыпан был, нужно его тоже пропылесосить, чтобы мы уже выгнали здесь тараканов, и поэтому дуст уже здесь не актуален. Поэтому все это хорошо пропылесосим и помоем пол. Недавно под старыми роликами мне прилетел комментарий с вопросом от подписчицы. Спрашивали меня про то, что как мне нравится больше убираться за целый день всю квартиру или зонами. Но, как можно заметить по моим роликам, конечно, я люблю прибираться зонами. Но также встречный вопрос сразу появляется на этот ответ, что одна комната, грубо говоря, прибрана, а из других вся грязь тащится. Но под уборкой зонами я подразумеваю прям конкретную хорошую уборку. Именно пыль, полы, пылесосить, мыть, все что-то на места поставить. А именно пылесосить, я пылесошу каждый день по нескольку раз в квартире, прохожусь с пылесосом. Это мне не составляет труда, потому что у меня беспроводной пылесос, и мне легко дается. Это взял пылесос, прошелся по всей квартире, и никакой грязи на полу именно я не перетаскиваю с комнаты в комнату. А именно, что я и говорю, что зонами я прибираюсь именно конкретно, что я протираю пыль, составляю все по местам и так далее. Вот это и есть у меня зонированная уборка. Также в комментариях мне на Дзене, на Яндекс.Дзен канале, много комментариев пишут про то, что я занимаюсь перекладыванием вещей с места на место, и это не уборка. Знаете, у меня такое размышление, что сейчас я уже, ну не знаю, для себя, по крайней мере, уже практически не идеально, конечно, организовала пространство, чтобы мне было удобно, комфортно в этом пространстве. И я лишь поддерживаю его, протираю пыль, что-то для разнообразия меняю местами, да, и снимаю это на камеру. А люди привыкли, видимо, видеть в роликах прямо жуткий бардак, кругом липкий слой грязи, там лишь пыли какой-то, да. И вот это вот супер треш-уборка для них. Они, видимо, ждут в роликах именно такой грязи, пыли и всего прочего. И когда они видят, ну, убранную квартиру, и они считают, что я просто переставляю местами предметы, и ничего конкретного такого полезного для них мотивирующего не делаю, то они начинают писать разные комментарии по этому поводу. Ну, я не пытаюсь как-то себя оправдать, но для меня, вот у меня есть конкретная организация хранения, да. Я открываю шкаф, я понимаю, что вроде бы у меня всё здесь организовано, какие-то вещи на своих местах, я их ставлю на своё место, протираю пыль, всё, на этом уборка в этой точке закончена, всё. А люди, видимо, ждут прям треша какого-то, им хочется, чтобы было грязно, чтобы что-то пообсуждать, а этого нету, и им это не нравится, и они начинают писать комментарии. Поэтому вот такие комментарии тоже встречаются, что думают, что я тут самолюбованием, даже мне один раз написали, что я занимаюсь самолюбованием, переставляв в буфете банки с верхней полки на нижнюю, я вот занималась самолюбованием. Очень выстрелил у меня этот ролик на Дзене, и я там начиталась таких комментариев, что зарядилась на целый вечерок. Мы с вами помыли пол во второй части гостиной, с перерывчиком небольшим, я попила кофе, и у нас кошечки очень любят лежать на подоконнике. Ну и, конечно, они у нас линяют, от них очень много шерсти, и подоконник у нас превращается в шерстяное такое полотно. Пылесосом прохожусь, чтобы убрать вот эту всю шерсть, и чтобы на тряпке она не оставалась, потому что с тряпки очень сложно потом убирать вот эту всю шерсть, она скатывается комками, всё это остаётся на тряпке, поэтому мне проще пропылесосить подоконник, поэтому этим я и занимаюсь. И протрем средством от Вандерлабли из дневной уборки подоконник. На балконе у нас мини-огород, у нас помидорки посажены, перец, халапеньо, в этом году он прям хорошо у нас растёт, пять перчиков, уже шестой, который висел, мы его скушали, довольно острый, видимо, перцу этому нужна прям очень высокая температура, парник, наверное, потому что в том году он у нас стоял в квартире, и он ничего, по-моему, один перчик выдал только, а в этом году мы его поставили на балкон, и прям там жарища такая, около 50 градусов, наверное, на балконе, прям парник, и он начал выдавать хорошо перчики, поэтому перчиков халапеньо у нас в этом году достаточно хорошее количество. Протёрли с вами подоконник, расставляем цветочки, цветочки я тоже пересаживала относительно недавно, горшочки одинаковые, практически одинаковые, да, по цвету, и вот после пересадки они у меня тоже хорошо расти начали, видимо, корневая система им требовала места, горшочки были маленькие, сейчас побольше пересадила, поэтому они у меня все и цветут, и растут хорошо, поэтому надеюсь, что научусь управлять своими цветами, хорошо с ними подружусь и буду дальше развиваться в этом плане, потому что мама у меня очень хорошо содержит цветы, а я вот пока ещё этому учусь. Далее переберёмся на буфет, на буфете у нас стоит рамка с фотографиями, у нас печатных фотографий достаточно мало, мы как-то вот у нас есть хоть и фотопринтер, но мы не печатаем фотографии, не знаю, девчонки, пишите, как у вас с фотографиями обстоят дела, вот у меня у родителей, когда были плюночные фотоаппараты, мы, конечно, ходили в салон, распечатывали, хранили, и до сих пор хранятся эти все фотографии, я периодически приезжаю, пересматриваю, и даже интересно как-то, хоть и сто раз уже смотрел, но всё равно каждый раз всё равно интересно. Храните ли вы распечатанные фотографии, либо у вас всё в электронном виде, у меня, конечно, после рождения девочек всё в электронном виде, но я понимаю, что это ненадёжный ресурс, они могут и закрыться, и не работать, и так далее, и все эти облачные документы, файлы, они потеряются, тут, конечно, хочется выделить время и распечатать хотя бы какую-то исторические какие-то моменты, как дети росли, какие-то вот хотя бы такие вот моменты, как раньше у нас были, какие-то дни рождения, ещё какие-то интересные фотографии, чтобы в альбомчике они были. Есть ли у вас такие альбомчики, делаете ли вы их или нет, пишите обязательно в комментариях. Я говорю, у меня пока что вроде бы идеи есть, но нет как-то пока возможности, времени выделить, вот найти фотографии, отобрать, потому что фотографии море, они все такие классные, хочется каждую распечатать, но я понимаю, что 3000 фотографий ты не напечатаешь, во-первых, да, во-вторых, это же нужно где-то хранить, поэтому я не знаю даже, как из такого большинства хороших, классных фотографий выбрать что-то, чтобы что-то распечатать, а что-то нет. Пока не могу выбрать. За разговором мы с вами протерли тумбу для телевизора, туда я возвращаю только влажные салфетки, нам очень удобно, мы приноровились оттуда брать влажные салфетки, если понадобится, а все остальное я буду уносить по другим местам, где это в принципе должно находиться. У меня кольцевая лампа сломалась, к сожалению, кольцо отдельно, штатив отдельно, ну, надеюсь, что-нибудь придумаем мы с Сережей, потому что довольно жалко, да, хоть и 2500 вроде бы всего, но тоже деньги, и она прослужила не так много, там крепление пластиковое было, оно сломалось. И сразу протрем зеркало, очень удобно вот такой вот варежкой протирать, и потом микрофибровой тряпочкой без развода все хорошо протирается. Я даже не использую давно уже никакие средства для чистки стекол и зеркал, просто водичка, просто микрофибровую тряпочку мочу, и сверху тоже сухой микрофибровой тряпочкой протираю, и все, и никаких разводов на зеркале нет. Вот и навели мы с вами порядок в гостиной, покажу вам, немножко пройдусь по комнате, девчонки некоторые даже не понимают, как у меня расположено вообще в квартире комнаты, как что расположено, мотя конечно на чистом подоконнике, спит, отдыхает, ему жарко парню, мы включаем кондиционер периодически, чтобы не сильно нам их задувало, чтобы не заболеть, не дай бог, и в то же время, чтобы было прохладно. Протерли мы с вами везде пыль, почистили диван, помыли пол, пропылесосили, почистили у кошек когтеточку, протерли зеркало, в общем мы большие молодцы, проделали немаленькую работу, это у меня заняло времени около часа, вот сейчас на одну комнату, чтобы конкретно хорошо протереть все и помыть, диван я не отодвигала, потому что относительно недавно там прибиралась, и телевизионную тумбу тоже еще не отодвигала, но придет время и ее мы приберем, под ней точнее. А на этом я буду сегодня с вами прощаться, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, всем до новых встреч, пока-пока!